Докажем, что уравнение z квадрат минус 34t квадрат равно минус единице не имеет решений в целых числах. Смотрите, по нашей теореме достаточно смотреть не на любые целые числа, а только на числа, удовлетворяющие, дать им не райцем. Замечательно. Что такое кум? Это надо взять наименьшее решение уравнения, когда здесь есть плюс единица. 35 в квадрате минус, смотрите, это 35 минус 1, а это 35 плюс 1. Это единица. Значит, вот можно в качестве кума, ну, меньше единицы, нет, взять именно такое число. 35 плюс 6 корней из 34. Отлично. Значит, ну, здесь, конечно, можно писать модуль z, а, в принципе, поскольку здесь все равно в квадрате, то давайте пусть туда дать больше ре. Нас интересует, как там написано, кум плюс модуль z попала. Модуль z это единица. Это 18 плюс 3 корней из 34. Ну, конечно, корень из 34 меньше 6, поэтому это меньше 36. Те числа на компьютере от 1 в 35. А проще сказать так. Вот у нас же z квадрат плюс 1 это 34t квадрата. Должно делиться. То есть на 17 и на 2. z нечетное число. А когда z квадрат плюс 1 делится на 17? Если z это единица 4 или минус 4, то есть 4 и в 13. Какие нечетные числа? Значит, 4 число четное, прибавляем 17 и получаем 21. Еще прибавим 17, уже будет слишком много. 13 число нечетное. Прибавим 17, получаем четное. Это неинтересно. А еще прибавим 17, получим уже слишком большое. Значит, фактически надо проверить, может, два числа. 21 и 13. Вот они проверили. 21 в квадрате плюс 1, 442. 442 делим на 34, 13 это не квадрат. 13 в квадрате плюс 1 это 170 делим на 34. Получаем число 5, это тоже не квадрат. Оказывается, у этого уравнения нет решений в целом. Между прочим, по любому модулю, вот если здесь написать не равно, а сравнимо по модулю n, по любому модулю n решение есть. Это доказывается стандартным методом подъема. То есть, смотрите, надо доказать, что есть решение по модулю 8 и научиться из решения по модулю какой-то степени двойки делать решение по следующей. И доказать, что есть решение по модулю 18 и дальше его, и по любому. Ну, и это все совершенно несложно. Скажем, что очевидным образом годится по модулю 8. Ну, например, давайте возьмем z равно t, t равно 1. 25 минус 34. Это минус 9. Минус 9 сравнимо с минус 1 по модулю 8. По модулю 17 у нас уже вот здесь написано. Если мы возьмем в качестве числа z четверку, в качестве t возьмем 0, тогда получается у нас 16 минус 0. Да, сравнимо с минус 1, цельная по модулю 17. Что делать с простым числом, которое и не двойка, и не 17? Ну, это вещь известная. Надо просто рассмотреть все числа вида z квадрат и числа вида 34t квадрат минус 1. Вот, по любому простому модулю таких чисел в точности уже плюс 1 пополам штука. Потому что п минус 1 пополам – это квадратичных вычетов и еще 0. И таких чисел столько же. А когда у вас есть два множества среди остатков от деления на p, в одном p плюс 1 пополам, в другом p плюс 1 пополам, то они обязательно пересекуются. Значит, по любому модулю, отличенному от двойки и 17, такое сравнение имеет в простом модуле. Ну, а дальше стандартная идея подъема, которая у нас обсуждается, когда занимаемся поэтическими числами. Число 34t – это наименьшее натуральное число, для которого по любому модулю решение есть, а настоящего равенства нет. То есть z квадрат минус 34t квадрат не бывает равно минус 1, хотя по любому модулю бывает. Но это проверяется просто перебором. Продолжение следует...